Люба к нему уже привыкла, улыбалась издали. Правда, совсем чуть-чуть, но все-таки улыбалась. А мужчину хотелось настоящего, сильного, чтобы опорой ей был. А ушана бы. На крещение как раз занесло ее на базарчик возле метро. Фруктов очень захотелось. Торговали фруктами черномазые. Не то грузины, не то чеченцы. Люба их не разбирала. Одному Люба так понравилось, что аж из-за прилавка выскочил. За руку ее схватил. Товар бросил, до самого метро проводил, пакетик с фруктами поднес. Черт ее попутал. Дала она ему адрес. Он ей Аликом представился, а как его звали на самом деле, Люба так никогда и не узнала. Чего-то волновалась она в тот вечер. И ванну приняла с пеной, и ногти накрасила. Алик пришел, как и договаривались, в семь часов. Вежливый такой. Три гвоздички принес. Правда, морозцем прихваченные. Полный пакет мандаринов в коридоре в угол поставил, а на стол бутылку водки. Люба честь честью стол накрыла, телевизор включила. Даже свечи на стол поставила. Дура такая. Чеченцу на ее свечи плевать было. Он жрать кинулся, как с голодного края. Водку почти всю самоприходовал. Любе только два раза по полрюмки и налил. А потом на нее набросился. Вместо того, чтобы фотографии Любины в альбоме посмотреть сначала, как все культурные люди делают, или вышивки по стенам развешанные похвалить. Люба и охнуть не успела, как чеченец ее на кровать завалил, содрал все до последнего и такое ей устроил. Люба даже в кино такого не видела. До утра ее утюжил. Едва-едва выпроводила. Он сказал, что вечером опять придет. Люба с перепугу и от усталости осталась на весь день дома. А вечером закрылась на все замки, сидела тихо, как мышь, и даже света не включала, чтобы через глазок не видно было. Но черный, слава богу, не явился. Мандарины Люба еще утром из угла забрала и чуть не расплакалась. Почти одно гнилье. Но то, что еще спасти можно было, она в банку сложила и сахаром пересыпала. Удивлялась потом себе, что это на нее нашло, что она за кулек порченных мандаринов и три дохлые гвоздички так опростоволосилась. Не иначе, как опять колдовство. Видать, Светкина порча еще Любе боком выходила. На завтра она поуспокоилась, на работу пошла, только целый день дергалась, оглядывалась, но все было тихо. Да и откуда чеченцу было знать, где она работает? Нервы у Любы стали совсем не кудышные. А еще через неделю Люба поняла, что чеченец, кроме мандаринов, ее еще кое-чем наградил. Как пойдет она по-маленькому, хоть святых выноси, и режет, и сжет, аж глаза на лоб вылазят. Помучилась так три дня и решила отправиться в эндиспансер. Сначала хотела в аптеке что-нибудь спросить, но не знала, что. А потом и вовсе перепугалась. А ну как спит! Провыла всю ночь в подушку, а утром взяла себя в руки и пошла. Лучше уж сразу все узнать. Пока в регистратуре с паспортом стояла, обливалась цыганским потом. Потом немного пообвыклась. Под кабинетом люди все приличные сидели. Пальцем на нее никто не показывал. Врачиха, однако, неприветливая попалась. Губы поджала, когда Люба толком не могла сказать, кто с ней так. А Люба с самого начала решила, что правды никому не скажет. Историю придумала душесчипательную, что села поздно вечером в машину. А он меня и изнасиловал. И расплакалась. А что же вы в милицию не пошли? Строго поинтересовалась у Любы врачиха. Да что вы! Люба замахала руками. А говорить будут? А их мафия? Я женщина одинокая. Меня и защитить некому. Двадцать лет учительницей проработала. Теперь вот на рынке стою. Не от хорошей жизни. Прибавила она, бросая ненароком взгляд под стол на врачихины ноги. Ноги у той были проблемные. Отекшие и с косточками. На ногах были тапки домашние. Точь-в-точь такие, как Любина тетка в деревне носила. Под вешалкой стояли и сапоги. Старые и немодные. То ли у врачихи денег не было. То ли старое и разношенное было милее нового. Но Люба и тут свое обаяние на полную катушку использовала. — Сапожки у нас на вас есть, — сказала она, скромно опустив, припухшие от слез глазки в пол. — Кожа, шевро, мех внутри. Сто лет носиться будут. Я хозяину скажу, что для себя беру. Так он отдаст их вам по закупке. Размер-то, я смотрю, у нас вроде как один будет. Тут Люба немного слукавила. Какого-то хозяина приплела. Но не говорит же этой мымре очкастой, что Люба сама себе хозяйка. Сапожки-то денег стоят немалых, и даром никакого резона их отдавать нет. Врачиха сразу заинтересовалась и подобрела. Очень внимательно Любу осмотрела, расспросила, что за симптомы и давно ли появились. Анализы все у Любы взяли, но врачиха ей сразу сказала, что, скорее всего, наградили ее гонореей. Лечение несложное, и лекарство выписала колоть. На спид велела обязательно провериться. И все дни, покуда результата не было, Люба сама не своя ходила. Даже в церковь пошла. Пантелейману-целителю помолилась, чтобы спида этого проклятого у нее не нашли, чтобы все одной гонореей ограничилось. Заодно поставила свечку за Светкино здоровье. Кто-то ей сказал, что заклятого врага нужно за здоровье поминать. Тогда вся порча опять к нему вернется. Люба сначала забоялась, а потом плюнула на все и поставила. Пусть сучка знает. Сапогами врачиха осталась очень довольна. Дала Любе свой телефон, велела звонить, ежели что. Люба телефон взяла, дома в книжку переписала, только подумала, что лучше бы ей по этому телефону звонить больше никогда не пришлось. Задницу ей все искололи, врачиха на радостях, витамины еще какие-то приписала, болючие. Но Люба все вытерпела. За неделю действительно вылечили. А негритос все ходил и ходил вокруг Любы. На 14 февраля, день влюбленных, подарил ей сердце красное плюшевое. Нажмешь — музыка играет. В кафе пригласил. Кафе тут же на базаре. В город бы Люба постеснялась с черным как сапог идти. А тут на базаре, кого только тут нет, и вьетнамцы со своими вьетнамками кривоногими, и кавказцы всех мастей, чтоб им пусто было, и арабы, и негры. Вавилонское столпотворение какое-то. На Любу с ее ухажером никто даже не посмотрел. Посидели, съели по шашлыку с салатом, потом по мороженому. — Боба, так негритоса звали, по-ихнему это Ричард, а у нас его все Бобой называли. Все норовил Любу по ручке погладить. По-русски он очень даже прилично говорил, но, конечно, с акцентом. Торговал он уже не фломастерами. Перешел на носки-колготки. А в марте сказал, и зонтики пойдут. Значит, раскрутился помаленьку. Люба зонтики одобрила, потому что едва дожди зарядят, будут их расхватывать, как горячие пирожки. Потом Боба набивался Любу домой провожать. Но Люба сразу его на место поставила. — Какие там провожания? Она женщина серьезная, и никаких ей провожаний не надо. Ричард смотрел ей вслед с восхищением. А еще через неделю сделал ей официальное предложение. С дешевеньким колечком и цветами. Было это опять в том же кафе. Люба, не зная, как себя вести, растерялась. — Взять колечко или обратно отдать? Если она ему отказывает, то как с этим быть? Колечко взяла, покраснела, как школьница, и обещала подумать. Он неделю не приходил. Черт ее знает, может, обиделся. За эту неделю Люба много чего передумала, и даже книжку одну прочитала «Любовный роман». Там главная героиня тоже белая была, а любовник ее — африканец. Потом еще мимо театра шла, а там афиша висела — «Отелла». Вспомнила, что «Отелла» тоже черный был, а Дездемона, кажись, белая. То ли роман на нее подействовал, то ли «Отелла», но когда Боба через неделю явился, Люба ему улыбалась и была благосклонна, и пошел он ее провожать домой. В этих романах, оказывается, такую чепуху собачью пишут, у Любы с Бобой никаких страстей африканских не было. Все тихо, мирно, вполне по-человечески, к обоюдному удовольствию. С удивлением она отметила, что куда там и Владимиру по расочке, так с Любой нежничать было. Утром Боба кофе ей сварил и в постель принес. А Володечка, любимый, только яичницу в кухне готовил. Впрочем, этот тоже яичницу жарил, и ничуть не хуже по расочке, даже лучше. Специи туда каких-то набросал, хлеба в тостере, который до этого в кухне только для красоты стоял, нажарил и маслом его густо намазал. Люба откусила — вкусно. Боба ей деликатно напомнил о своем предложении, спросил, принимает его Люба или нет. Люба загадочно так улыбнулась и сказала, что да, принимает. Боба на колени встал и руку у нее поцеловал. В тот же день в ЗАГС пошли, подали заявление. Люба сначала решила, что на своей фамилии останется, но Ричард сказал, что у них так не принято. Полностью Бобу звали Ричард Мбогу Борибобу. Люба тоже теперь будет мадам Борибобу. Ну и ладно, Борибобу так Борибобу. Вон у свояков Парасочкиных фамилия еще хуже Бобиной. Не то Голопузенко, не то Голопупенко. Плохо было то, что у жениха своего жилья не было. Он угол где-то снимал. И женат уже один раз оказался. На русской же. И ребеночек имелся. Девочка. Правда, разведен он давно уже был. Девочке четырнадцать лет. Но все-таки плохо. — Дочке помогаешь? — спросила Люба строго, когда шли из ЗАГСа домой. — Помогаю, конечно. Ричард придерживал Любу за локоток уже как свою собственность. — Это правильно, — одобрила Люба, которая своего родного сына, тетки, чуть не грудным подбросила. И виделась с ним два раза в году. Но вообще-то детей она очень любила. Болела за них, можно сказать, душой. Недаром она учительницей была. Он просиял. Хорошая Люба все-таки баба. Чуткая. Другая бы отругала. Деньги на ветер пускаешь. А это нет. Говорит, что детям помогать надо. Теперь, конечно, денег у них больше будет. Боба будет у жены жить. За квартиру платить не надо. Участковому платить не надо. Еду готовую тоже покупать не надо. Все будет сам дома готовить. Это ж какая экономия. Люба согласно кивала, одобряла бобины резоны. Хороший человек оказался этот Ричард Борибобу. Правильный, хоть и не нашей национальности. Вышивки ее ему очень понравились. Языком цокал, головой крутил, опять ручки целовал, потом пальчики, каждый отдельно. Кому расскажи, не поверят. Плохо было только то, что с рынка ее выживали. То крысу дохлую подсунут под прилавок, то гадости какой-нибудь вонючей нальют. Пока ототрешь и торговать некогда. Не иначе Светкина родня Любина место себе наметила захапать. Мало ей горя. Иногда так допекали, что впору было бросить все к чертовой бабушке и пойти с Ричардом носками торговать. Но терпела. А куда деваться? Опять в школу? Так на учительскую зарплату кредит не отдашь. Еще и квартиру заберут. Приходилось терпеть. Землячество Бобина хорошую торговлю держала, выгодную, джинсами. Джинсы сейчас все поголовно носят. В джинсах, можно сказать, человек рождается и в джинсах умирает. Но там все забито было, и когда Боба на рынок пришел, ему уже места не нашлось. Оказывается, он по образованию географ был и даже в аспирантуре учился, прежде чем на рынок попал. Кучу книг перевез в Любину квартиру, почти все на французском языке. Люба даже мечтать стала, что когда-нибудь они с Ричардом в Париж поедут. Переводчик им будет не нужен. Боба сам ее по столице мира водить будет. Парасочкины родичи же — голопузинки. На нее после их с Бобой, так сказать, помолвки, чуть ли не пальцами тыкать стали. Дикари. К восьмому марта было большое оживление. Товар хватали, не торгуясь. И Люба чуть-чуть воспрянула. Восьмого Боба ей цветы подарил, три темно-красные розы. Отвалил за них, небось, кучу денег. Боба хотела даже свою торговлю в разнос бросить, вместе с Любой стоять, защищать от голопузинков. Но она не согласилась. Как-нибудь потерпит, ведь не вечно же ей гадости делать будут. Узнает Светка, что бывшая подруга замуж вышла, а вось успокоится. Девятого воскресенья, самый торговый день. Но фарт прошел, и Люба понимала, что много не заработает. Бобе она ничего про свой бывший роман не рассказывала. А про Светкино колдовство тем более. Только намекнула, что такие люди нехорошие есть. Гадости делают, порчу наводят. Оказалось, у них в Африке, откуда Ричард родом, такое тоже имеется. Но там колдун уважаемый человек. Его все знают. Можно пойти за помощью, за советом. Ричард дал невесте амулет. Очень от сглаза помогает. Косточки какие-то, вроде птичьи, и перышки серенькие. На кожаном ремешке Люба аккуратно амулет в бархатный мешочек зашила, чтобы не повредить, и как раз сегодня на шею повесила, вместе с крестиком. Одна Вера хорошо, а две еще лучше. Как и предполагала, покупателей было совсем немного. Продавцы стояли, зевали, торговля шла вяло. Галопузенки тоже выползли всем составом. Улыбаются, покупателей заманивают. Люба спиной повернулась, лицом к ним стоять много чести. Почин все-таки Люба первой сделала. Продала пару весенних ботинок. Пришлось скинуть много, только чтобы покупатель, не дай бог, к галопузенкам не ушел. Все равно заработала. Считай, недаром вышла. Потом Боба пришел, поцеловал в щечку, сунул ей в рукавицу конфетку. Потом подошли трое, два мужика и девица с ними. Девица рыжая, не фотомодель, но симпатичная. Ножки без особенностей. На такие ножки все, что хочешь, сядет. Любой фасончик. И размерчик самый, что ни на есть, ходовой. Люба на глаз сразу определила. Тридцать восьмой. И мужики такие из себя видные. И неженатые. Это уж Люба голову дала бы на отсечение. Если бы Люба уже невестой не была, то глаз на одного положила бы. Того, что повыше да повиднее. Тот, который Любе понравился, больше молчал. А второй был тоже очень даже ничего. С голубыми глазами. Только остроносый больно. И бабник большой. Это Люба могла точно сказать. Кто им девица, Люба сразу не определила. Но что не любовница, это ясно с первого взгляда. На такое у Любы был просто нюх. Скорее, остроносова бабника сестра. Не сильно и похожа. Но сейчас один от одного, другой от другого, а все родня. Но то, что покупатели серьезные, это уж как пить дать. Оказывается, девице и сапог, и туфель на выход. По две пары было нужно. И еще ботиночки весенние. Красивые и недорогие, добавил остроносый. Сразу пять пар. Вот это заказ. Да Люба для таких покупателей в лепешку расшибется. Но только она задумалась, чтобы такое предложить, как тут же бочком пристроилась Ленка Галапузенкова и сладким голоском доложила. Вы ко мне подходите, я пооптоваться не отдам. Люба аж задохнулась. По базарным понятиям, она имела сейчас полное право в обидчицу вцепиться и попортить ей шиньон. Покупатели-то возле ее прилавка стояли. У нее, у Любы товар смотрели. Обижают тут вас, заметил остроносый. Что и заступиться некому. Люба горестно покачала головой, вздохнула и даже носом потянула. Был бы тут Ричард. Да и что бы он сделал? Не стал бы он с Галапузенками драться. Это точно. Он все же деликатный человек. Университетское образование имеет. Не то, что эти. Отсахи. А пойдемте ко мне в контейнер, неожиданно предложила Люба. Там и выбор больше. И померить все можно не спеша, на стульчике сидя. А если пять пар, то я вам и сама пооптовой отдам. Громко, чтобы Галапузенки слышали, сказала она. Тут и Ричард подошел. Очень вовремя. Люба велела ему свои носки-колготки временно спрятать, а самому за товаром присмотреть. А если покупатели будут, то пусть у Зинки спросят, что почем. Зинка уже со Светкой не работала. Ее Галапузенки из экономии турнули. Она через место пристроилась и снова стала с Любой в хороших отношениях. Люба ей шапочку связала крючком, модную, сетчатую. Работа от силы на час. А Зинка еще пригодится. Да и привыкла Люба людям добро делать. В контейнере просидели два часа. Люба кофе из термоса предложила. Слышала, что в хороших магазинах покупателей угощать принято. Астроносый на ящик, застеленный чистой бумагой, шоколадку положил. Кофе выпили с удовольствием. Потом Люба и сама не поняла, что на нее нашло. Зачем-то стала жаловаться, что ее сосвету сживают. А все из-за того, что она за черного замуж выходит. Эти трое слушали очень внимательно, сочувствовали. Про колдовство Люба распространяться не стала. В это не каждый поверит, еще засмеют. Обувь девицы выбрали самую модную, последний писк. И при этом добротную. Настоящую кожу, не фуфло какое-нибудь, дерматиновое. Цену Люба назначила даже ниже оптовой. А не хотели бы вы, Любочка, от этих пауков в другое место перейти? Вдруг спросил ее Астроносый. У меня тут кое-какие связи в администрации есть. Могли бы вам поспособствовать. Например, в обойном ряду новый крытый павильон строят. Видели, наверное? Так места будут. Понятно, что только для своих. Но для вас я бы это, дельце, устроил. Люба в уме мгновенно все просчитала. Своё место можно выгодно продать. Желающих пруд пруди. Даже за один день. Но пока продавать смысла нет. Обу виновал им. А вот Ричарда поставить торговать — другое дело. Он освоится мигом. Как-никак образование имеется. А на вырученные деньги она бы обои в той же Москве закупила. И обоями она бы с удовольствием торговала. Вкус у неё отменный. И покупателя чувствуют. И вообще. А Светка бы от злости сдохла, что Люба не только с рынка не ушла, но даже в новый павильон переехала. — Я бы с удовольствием, — не веря своему счастью, проговорила она. — Я же сама учительница по домоводству. Так что в интерьере, — гордо произнесла Люба, — разбираюсь. — Ну, вот и славненько. Неизвестно чему обрадовался Остроносый, как будто это ему счастье привалило. — Так я завтра позвоню, а вы, Любочка, подходите во вторник в администрацию. Там спросите Марину Аркадьевну. И договоритесь. Вот вам мой телефончик на всякий случай. — Домашний? — Служебный, — веско сказал Остроносый. И Люба сразу всё поняла. Не вчера родилась. Да оно и хорошо. Теперь у неё крыша своя будет. Ментовская. Самая надёжная. А для хороших людей почему не поработать? Тем более, что там, говорят, заработаю ещё и деньги платят. Да Люба и сама заработает. А вот за Ричарда теперь будет кому вступиться, если что. Остроносый достал деньги, снял резинку, стал пересчитывать. Не хватило. Люба замахала руками, мол, не надо, не надо, я ещё уступлю. Но им это не понравилось. Девица достала свой кошелёк и добавила, сколько надо. Обратно Люба возвращалась гордая. Сзади шли эти трое с коробками. Ричард стоял тоже сияющий, скалил белые-пребелые зубы. За это время, оказывается, ещё пять пар продал. Оказывается, голопузинки не одной. Пять да пять — это уже десять. Люба, от счастья, сняла с бобиного стенда четыре пары колготок, самых лучших, в подарок этой рыжей к обуви, значит, и носки махровые с кошечками. Это от меня, как оптовым клиентам. Презент. И сунула ей в сумку. Рыжая хотела было возразить, но остроносый подхватил её под руку, а Любе подмигнул. Тот, который Любе понравился, солидный, тоже на Любу посмотрел как-то по-особенному. Но Люба, считай, уже была мадам Борибобу, так что лишнего себе ничего не позволила, только приветливо кивнула. У голопузинков зенки как у пекинесов стали, чуть не повыпадали. Да не тут-то было. Любу теперь с кашей не съешь. Она и раньше-то себя не сильно в обиду давала. А теперь уж точно спуску не даст. То ли день был такой хороший, то ли Бобин амулет волшебный помог, то ли свечка, за Светкино здоровье поставленное, наконец подействовала. Но настроение у Любы поднялось до невероятных высот, и даже на небе серые тучи вдруг куда-то подевались. Ослепительно голубое весеннее небо улыбалось ей. Любик Речко, и солнце светило, съедая снег на рыночных навесах подчистую. В натекших лужах возились и орали воробьи, и жизнь была снова прекрасна и удивительна. — Виртуозно сработал, — похвалил друга Банников. — Это Люба стучать будет от души и с большим удовольствием. Да и муж этот ее будущий пригодится. Их землячество в последнее время совсем оборзело, на наркоте уже троих прихватил. Наркота, конечно, не наша, только почему бы не помочь? Мы соседям сольем информацию, они нам чего-нибудь подбросят. Учись, Катерина, как агентуру кадрить надо, пока Игореша жив. Ты, Барабанников, смотри, что говоришь. За базара ответить можно. Хм, за Барабанникова я и обидеться могу. У вас с Наташкой всего четыре дня осталось, напомнил Катя Банников. К этому нужно серьезно отнестись, иначе и затевать ничего не стоило. Там же профессионалы сплошь. Они мгновенно все считают и анализируют, и если что-то будет не так, то это их сразу насторожит. Психологический портрет, так сказать, должен во всем соответствовать оригиналу. Ты обязана на высоте быть, потому что именно ты у нас будешь тем живцом, на которого мы их поймаем. Катя внезапно почувствовала, что ей почему-то очень страшно становиться тем живцом, на которого мы их поймаем. — Что, Рыжая, испугалась? — сочувственно сжав ее руку, спросил Лысенко. Первый раз за все время их знакомства Катя не обиделась на Рыжую. — Давай мы тебя все-таки до дому проводим. Банников отобрал у нее две коробки, которые она несла. — Не боись, прорвемся. Ты же талантливая, Катюха. Все у тебя получится. Самое худшее, что может случиться, это то, что они вообще не клюнут. Эвелина Даугуля всегда любила март. Март. За тоненький хруст льда в подмерших лужах, за крахмально-голубое небо, за стремительно удлиняющийся день, за закаты, умопомрачительные мартовские закаты, с зеленым, как неспелое яблоко, небом, таким же нежным, как на японских гравюрах, за холодный мартовский ветер, который она тоже почему-то любила. Март был немножко, как она сама, с его неяркими красками, твердостью всех линий, выверенной графикой силуэтов деревьев и ослепительным солнцем. После тусклой зимы солнца было много. Ей больше всего хотелось именно солнца, ведь она выросла там, где даже летом его не бывает вдоволь. Зато и зима там намного мягче, и сейчас, наверное, уже вовсю в парках цветут крокусы. Она давно не была дома у родителей. Здесь был теперь ее дом. Здесь, где она полюбила такого сильного, неординарного человека. Человека, который был выше других на целую голову. Столько лет, столько душевных сил потратила она, чтобы быть рядом. Она не представляла себе другой жизни, с другим человеком в другом месте. Что с ней было бы, вернись она к себе на родину, в крохотный литовский городок, как об этом мечтали когда-то ее родители. Вышла бы замуж, родила бы детей, чистые улочки, герань на окнах, вежливые соседи, педантичные отношения. Ничего непредсказуемого, что разгоняло бы прохладную прибалтийскую кровь. В местной поликлинике сидела бы она в уютном стерильном кабинетике, выписывала домохозяйкам рецепты от бессонницы. В воскресенье всей семьей ходили бы в гости к свекрови, пить чай с мятой и песочным печеньем. Все было бы точно так же, как в семье ее собственных родителей, а до этого в семье ее деда и бабки. Те же фотографии в рамочках, на опрятных неброских обоях. Это наша свадьба, а это наша серебряная свадьба, а между ними пустота. Двадцать пять лет пустоты, когда нечего вспомнить, когда один день похож на другой, даже не как две капли воды, а как два оборота того самого колеса, в котором крутится пресловутая белка. И не выпрыгнуть, и не добежать, только крутить, крутить до дрожи в мускулах, до изнеможения. Так же и дни в маленьком городке накручиваются один на другой, месяц за месяцем, год за годом. Ни одной вспышки, ни одной глупости, ни одной всепоглощающей, пусть и недолговечной страсти, только размеренное щелкание колеса. И впереди точно такие же размеренные еще двадцать пять лет. Почтенная старость, дети, внуки, уважение соседей, заслуженный отдых, подсиненные седые волосы. И последняя горсть бедной кладбищенской суписи, аккуратно брошенная аккуратной лопаточкой на аккуратный гроб. Эта жизнь, эта горсть суписи до сих пор снились ей по ночам, и она просыпалась, как от кошмара, с сильно бьющимся сердцем. Она выбрала себе другое, или это бунтовали гены, или она всегда была не такая, как все. Эвелина взяла в руки маленькую вазочку с подснежниками, она любила их больше остальных первоцветов. Тюльпаны слишком нахальные, яркие, броские выскочки, гиацинты, жирные, кудрявые, с навязчивым, одуряющим запахом, не дать не взять идущие в гости почтенные домохозяйки. А эти нежные, недолговечные, любимого ею цветочного сочетания белого с зеленым, с нежным, едва уловимым запахом, который даже ароматом нельзя было назвать. Казалось, это сам март пахнет подснежниками. Или подснежники пахнут мартом. Эвелина Анастасовна, у нас клиент, прервал ее мысли голос секретарши. Хорошая девочка, вежливая, воспитанная, работают у них уже полгода. Что-то глаза у нее в последнее время слишком много стало понимать. Пора искать ей замену. Нужно напомнить Радику. Приглашай, разрешила она. Секретарша замешкалась в дверях. Я уже приглашала, но он хочет только с Радием Вадимовичем разговаривать. Предложи ему кофе, а Радия Вадимовича я сейчас разыщу. Радик, к тебе клиент пришел. Мобильный он взял сразу, как будто знал, что она сейчас позвонит. Нет, он не захотел со мной разговаривать. Не знаю, но хочет именно тебя. Когда? Хорошо, я поняла. Эвелина вышла в холл. В помещении их офиса курить было строго запрещено, о чем сообщали многочисленные таблички. Кристиночка, Радий Вадимович сейчас подойдет. Уже темнело. Она прикурила на крыльце и взглянула на клиента, отлично видимого в освещенном окне. Кофе не пьет, на спинку не откинулся, сидит все в той же напряженной позе, значит, сильно волнуется. Вот осторожно взял чашку и поднес к губам, значит, уходить не собирается, решил дожидаться. Прекрасно. Из-за горящего внутри яркого света она не видна, зато клиент как на ладони. Она не спеша двинулась к кафе. Что-то в последнее время у них не густо, Али больше нет и замена ей пока не готова. От Ленки совсем не та отдача. А Рома мальчик хоть и старательный, но что такое один Рома? А ведь нужно платить аренду, причем немаленькую, зарплату, уборщице и секретарше, да и уголовнику этому углу отдавать его долю. К тому же текущих расходов много. Лина знала об этом как никто другой, поскольку именно она ведала бухгалтерии. Тяжело было заниматься помимо профессиональных дел еще и этим. Но кому это можно было доверить? «Тебя ждут», сказала она с твердым характерным акцентом, от которого так и не избавилась. «Мужчина». «Сильно волнуется». «А почему он не захотел говорить с тобой?» «Скорее всего у него проблемы с женой. Пришел именно к тебе. Видно, кто-то рекомендовал. Но клиент не наш. Рома с ним не работал. Я пока здесь побуду, хорошо?» Радий кивнул. «Умница», подумала Налини с нежностью. «Все правильно. Если это не наш клиент, то нужно посмотреть, куда и на чем он потом поедет или пойдет». Рядом с их офисом располагалась дряная забегаловка быстрого обслуживания, где еда была весьма среднего качества. Но зато имелась автостоянка, и из окон прекрасно просматривалось их крыльцо. «Вы, кажется, меня дожидаетесь?» приветливо улыбнулся Хлебников. «Если вы Радий Вадимович, то вас». Мужчина тяжело поднялся с дивана. Интересное лицо, волевое, жесткое, хотя челюсть немного тяжеловата. Взгляд мрачный. Эвелина наверняка угадала, что проблемы с женой. «Сюда». Радий Вадимович открыл кабинет. Мужчина прошел на середину комнаты. «Мы будем разговаривать здесь?» спросил он, нервно потирая руки. «А где же еще?» удивился Хлебников. «Нет, здесь я разговаривать не буду», внезапно покачал головой посетитель. «Давайте поговорим в другом месте». «Хм, ну что ж», вздохнул Радий Вадимович, «если вам по какой-то причине здесь некомфортно...» Мужчина извлек пачку сигарет. «Тут не курят. Мне потом три дня очистить придется». «И тут нет лишних ушей, не сомневайтесь», убедительно сказал Хлебников. «Может быть, но...» «Нет, лучше не здесь». «Ну хорошо, пойдемте, напротив есть одно кафе». «Только не туда, я хотела бы переговорить с вами с глазу на глаз, мне совершенно не улыбается сидеть в какой-то забегаловке, где любой алкаш... Давайте поговорим у меня в машине». «Ну что ж, в каждой избушке свои погремушки». «Интересно, чем он так озабочен?» «Ну ладно, чем больше клиент волнуется, тем больше с него можно запросить. В машине так в машине». Машина, припаркованная в тихом переулке в трех минутах ходьбы от офиса, оказалась джипом, просторным, как сарай, и комфортабельным, как гостиничный номер люкс. «Курите?» мужчина протянул ему пачку. «Что вы!» немного насмешливо протянул Хлебников. «При моем роде занятий?» «Об этом я и хочу поговорить». Клиент прикурил, несколько раз к ряду глубоко затянувшись. Зажигалка была из дорогих, да и машина сомнений в состоятельности клиента не оставляла. Хлебников и сам с удовольствием покуривал, курила и Эвелина, но не при клиентах. «Ну так в чем суть вашей проблемы?» «А вы не видите?» спросил мужчина, как-то странно глядя на профессора. «Я вижу», веско произнес Хлебников, что корнем зла в вашем случае является женщина, близкая вам женщина, скорее всего, жена. «Верно». «Мне говорили, что вы именно тот человек, с которым можно иметь дело, ну, то есть, не шарлатан, что вы все видите сами». «Так оно и есть, именно корнем зла», подтвердил мрачный тип, гася сигарету. «Я буду говорить прямо», сообщил он и замолчал. Радий Вадимович терпеливо ждал, пока клиент созреет. «Короче», решился владелец джипа. «Давайте все с самого начала, так будет легче». «Давайте с самого начала», согласился Хлебников. «У меня есть бизнес». «Вернее, был». «Теперь все в руках моей жены. Я его начинал с нуля. Я его создал. Я все нажил сам», заявил собеседник, зачем-то снова вынимая зажигалку и вертя ее в руках. Профессор поощрил его молчанием. «Ну, естественно, как и многие, я оформлял имущество не на себя, а на мать жены. Она у нее инвалид первой группы». «Была». «Так, видите ли, проще. Ну, вы понимаете». Радий Вадимович понимал. Он знал еще много таких же хитрых финтов, чтобы не платить налоги, беспошлино ввозить товары и еще много такого, для чего могла пригодиться теща-инвалид. «Что там с ней случилось?» Клиент несколько раз щелкнул зажигалкой, зажигая и гася огонек. И вдруг она умерла, как бы отвечая на вопрос, сказал он. «Как-то внезапно. Вдруг». «Но ведь она же была инвалидом первой группы», напомнил ему собеседник. «Да, конечно, все могло случиться, я это понимал. Но она, в общем-то, за собой следила». Он поерзал на кожаном сидении. «Всегда чуть что». «Да и я». «Лекарства там всякие, к врачам, если надо». «Короче, я был в отъезде, мотался по делам в Штаты. И вдруг такое. Главная моя красавица ничего мне не сообщила, хотя я с ней регулярно созванивался. Да, ничего не сказала. Все обстряпало по-быстрому, шустро. Мать схоронила, да не просто схоронила, а кремировала. И... И все перешло к вашей жене, как к наследнице. Но вы состоите в законном браке и... Как к единственной наследнице». Перебил его нервный посетитель, зашвыривая зажигалку на заднее сидение. «В том-то и фокус. Как к единственной наследнице. Эта старая кретинка попросту все перевела на дочь, пока я разъезжал, и отбросила копыта». «Судитесь», — мягко посоветовал Хлебников. «По закону, все имущество, нажитое в совместном браке, делятся пополам». «Да вы что, наших законов не знаете», — взорвался мужик, ударяя ладонями по рулю. «Да по закону я вообще теперь не имею отношения к своим собственным, потом и кровью, так сказать. Сука гребаная». Короче, внезапно успокоившись, резко произнес он и снова начал шарить по карманам, явно в поисках той самой зажигалки. «У меня почти ничего не осталось, и эта дрянь, не успев схоронить мать, заявила мне, что будет со мной разводиться, сразу эта баба стала устраивать мне разборки. Баб каких-то там приплела, хотя и сама тоже. Короче, нашлись какие-то причины, хотя, видит Бог, до этого мы жили... Да нормально мы жили, как все. Всем она была довольна, пока...» «Что же ты вы так, неосторожно?» с тщательно скрываемой усмешкой проговорил Хлебников. «Неужели не предполагали, что дело может так обернуться?» «Конечно, я всегда перестраховывался», ответил мужик. «Черт, да куда же я ее сунул-то?» «Она на заднем сидении, вы сами туда ее бросили». «А-а-а...» «Действительно, спасибо». Он весь перевалился куда-то назад и достал пропажу. Зло выдернул из пачки сигарету, быстро прикурил. «Как говорится, человек предполагает, а Господь располагает. Она всегда была в курсе всех моих дел, строила из себя заботливую супругу, блин. И, конечно, она знала, что ее мать написала завещание на меня. «Ну, в случае чего?» «Да старуха-то еще крепкая была, ей бы жить и жить. Я просто чувствую, что здесь нечисто, что моя супружница, дорогая, уговорила эту старую дуру, а потом своей мамочке и помогла. Теперь-то я понимаю, что она давно решила меня кинуть, только случая подходящего ждала, чтобы, значит, я ей не помешал. Обидно. Я, значит, кручусь, честно зарабатываю, как могу, ни в чем ей не отказываю. Потом уехал, значит, в Штаты, но не для себя же одного. Но я говорил уже». «Честно зарабатываешь», Радий Вадимович слушал, слегка прикрыв глаза. «А потом решаешь свалить в Штаты, пока эти твои честные заработки никого не заинтересовали и никуда не делись. Ведь от этой страны, где стабильностью пока и не пахнет, всего можно ожидать. Завтра, не дай бог, придут к власти, коммунисты или демократы или социалисты. Да неважно, кто там придет. Главное, снова начнется передел и все отнимут. И честно заработанное, и нечестно тоже». «Судитесь с ней», снова посоветовал он. «Найдите хорошего адвоката». «Да чего это я должен судиться за свои собственные бабки?» снова вспылил мужчина. «Да, честно говоря, у адвоката я уже был». Он вяло махнул рукой. «Дело дохлое. Наследство, оно и есть наследство. Кому хотела, тому и завещала. Да хоть папе римскому. Да и денег нужно немерено, чтобы хоть что-то теперь вернуть. Да и не могу я по судам валандаться, вы ж поймите. У меня денег нет». Хлебников понимал. «Действительно, чтобы отсудить что-нибудь, денег нужно потратить едва ли не больше, чем получишь. И у этого честного работяги вряд ли все так чисто, как он здесь распинается. И нет никакого резона обнародовать свои доходы, вызывая ненужную зависть у одних и ненужные вопросы у других. И, наверное, в этих самых пресловутых штатах у него уже все сговорено, схвачено, взлохмачено. Уже понимая, куда собеседник клонит, он спросил. «А от меня вы чего хотите?» «Я знаю, вы все можете», буравья его тяжелым взглядом, заявил клиент. «Я не просто так к вам пришел. Я пришел предложить вам хорошие деньги». «Которых у вас нет?» насмешливо спросил Радий Вадимович. Но его собеседник чувством юмора, очевидно, не обладал. «Которые у меня есть. Которые и так мои. Эта сука должна получить по заслугам. Она и мать свою на тот свет отправила. Я уверен. У меня будут...» «С нажимом проговорил он. «Будут деньги. Если вы мне поможете». «Сколько вам нужно времени?» вдруг спросил он, сжимая руль своей машины так, что побелели костяшки пальцев. «Времени...» «На что?» осторожно уточнил Радий Вадимович. «Чтобы сделать так, чтобы она умерла». «Наконец-то бухнул мужик. «Чтобы избавить меня от нее». «Я знаю, вы можете. Я читал, что в таких случаях очень быстро...» «Наймите киллера», — посоветовал Хлебников очень холодно и взялся за ручку двери. «Я слышал, в вашей среде это принято. До свида...» «Не могу я никого нанять. Подождите!» Собеседник умоляюще схватил профессора за полу распахнутого пальто. «Думал я уже об этом. Это мне не подходит. Это будет подозрительно, вы понимаете?» «Только наследство получила, и вдруг...» «Кто?» «Да муж, конечно!» «Вы что, не знаете?» «Да на меня, на первого же и подумают. Начнут рыть, копать, и все!» «Конец!» «Не выкрутишься!» «Все пропадет!» «Да еще и на нары сядешь!» Я даже сам хотел сгоряча, когда узнал. Но потом остыл, обдумал. «Нет, тут нужно по-другому!» «Мне не нужен скандал!» «Я хочу уехать отсюда по-тихому!» «Понимаете?» «Но вы же можете!» «Мне нужно, чтобы все было естественно!» Забормотал он. «Ну что вы там делаете?» «Порчу насылаете?» «Или как там это называется?» «Помогите же мне!» «Сколько вы хотите?» «Сто тысяч?» «Двести?» «Триста?» Хлебников отпустил ручку двери. Сколько же эта дамочка унесла в своем клювике, если ее отчаявшийся муж готов предложить такую сумму?» «Допустим...» Сказал он осторожно. «Мы сделаем свое дело. Это очень опасно для того, кто будет этим заниматься. Боюсь, никто из нас не возьмется за это. Ни за какие деньги. Своя жизнь дороже, знаете ли. Да и где гарантия, что за это время, пока мы будем работать, ваша жена не обратится в суд и не разведется с вами?» «Но не такой уж я и дурак». Мужчина понемногу успокаивался. «Я тоже об этом подумал, прежде всего. И когда эта тварь стала выставлять меня из моей же собственной квартиры, я ушел. Но успел прихватить кое-что». Он кивнул на заднее сидение. Хлебников тоже обернулся и посмотрел. На обширном кожаном сидении стоял солидный кожаный же портфель. «И что?» поинтересовался он. «Я забрал все ее документы», ухмыльнулся честный человек. «Свидетельство о рождении, о браке, паспорт, все. Все, что имеет какое-либо значение. Даже завещание и свидетельство о смерти тещи прихватил. Всю ее папку с документами, короче. У нее только водительские права остались. В ее сумку я не рискнул лезть у нее на глазах. Это не так быстро, восстановить все документы. А без них она на развод не подаст. Хотя бы месяц». Он достал портфель. «Хотите посмотреть?» «Для нашей работы не нужны никакие документы», отказался Ради Вадимович. Но мужчина уже щелкал замками. «Я знаю, вам фотографии понадобятся. Я фотографии ее взял». Он протянул какой-то пакет, в котором просвечивало что-то белое, кружевное. «И белье ее прихватил. Ведь правильно?» «Нет, неправильно», — брезгливо ответил профессор черной магии. «Вас неправильно информировали. Бельем мы пользуемся, когда делаем приворот или отворот. Можете оставить его себе, на память». «Так вы беретесь?» Пакет с кружевами исчез в портфеле. «А фотографии?» «Я подумаю», — сказал Хлебников, принимая фирменный кодексский конверт. «Дайте мне ваши координаты, я вам перезвоню». «Нет, это я вам перезвоню», — не согласился мужчина. «А лучше подъеду. Завтра в это же время здесь. И, пожалуйста, подумайте. Я человек слова». Эвелина Даугуле задумчиво перебирала длинными пальцами с безупречными овалами ногтей глянцевые снимки. «Интересная женщина, что ей говорить. И сразу видно, что стерва. И почему мужики от таких с ума сходят? И Аля тоже была стервой. И тоже никто мимо не проходил. Даже Радик. Уж она-то знает. Все сразу поняла. Правда, это недолго продолжалось. Но все же». «Ну и что ты об этом думаешь?» Он взял фотографии и снова их пересмотрел. «Четыре снимка, два в полный рост и два крупным планом. Смеющаяся женщина на горных лыжах. Ослепительное солнце. Женщина сняла темные очки, позирует и строит снимающему глазки. Внизу дата позапрошлый год. Еще одно фото с отдыха, на этот раз летнее. Дама сидит в полуборота в шезлонге на борту яхты. И снова солнце и море небывалой синевы. Рядом кто-то отвернулся, виден коротко стриженный затылок, возможно, обманутый муж. Дата около года назад. Скорее всего, Красное море. Они с Линой тоже любят ездить в это же время. Еще два фото с какой-то вечеринки. На одной женщина смеется, запрокинув голову, на другой смотрит куда-то в сторону. Вечернее платье очень открытое, на белой шее, колье, переливается брызгами в электрическом свете. Задний план слегка размыт. Интерьер ресторана? Так что будем делать? Не знаю. Он взял ее ладонь, поцеловал в самую середину, там, где линия жизни почему-то раздваивалась. Надоело все. Хочется покоя, уверенности в завтрашнем дне. Эх, уехать бы с Линой к ней на родину, в маленький городок, чистой, нездешней чистотой. Просто жить, читать книги, ездить к холодному серому морю, ходить в лес за черникой. Что-то сломалось в нем после Аленой смерти. В самом деле, или эта судьба подбросила ему последний шанс, или... Это шанс. Лина как будто услышала его. Сколько, ты говоришь, он тебе предлагал? Триста тысяч. Значит, можно взять и больше. Увеличь сумму в два раза. Он заплатит. А если нет? Он скряга. Такие сначала плачутся, а потом все равно расстаются с деньгами. А этот привык все считать. Трудоголик и скряга. Прекрасное сочетание. Почему ты решила, что он скряга? Удивился Хлебников. Мне показалось наоборот. И я еще училась у этого человека. Но, во-первых, мой дорогой учитель, вещи, которые на нем были, далеко не новые и вовсе недорогие. Обычные добротные вещи с рынка. Уж поверь моему женскому глазу. Я сама много лет одевалась с рынка. Значит, он экономит. Причем экономит совсем как скряга, на мелочах. Потому что стоимость надетого на нем по сравнению со стоимостью того, на чем он приехал, просто ноль. Машина у него очень дорогая, хотя и не такая уж новая. Внутри, скорее всего, очень чисто. Точно, подтвердил Радий. Так ты видела его машину? Я пошла за вами, продолжила она, но близко подходить не стала. Он меня уже видел. Умница. Так вот, машина у него дорогая, а вещи на нем очень средненькие. И туфли, и брюки, и куртка. Я даже уверена, уголки ее губ поднялись в улыбке, что и трусы-то на нем старые. Такие, как он, очень любят экономить на белье. Зажигалка и портфель очень солидные. Зажигалка и портфель это всего вероятнее подарки. Возможно, даже той самой жены, от которой он так жаждет избавиться. Лина кивнула на фотографии. Машина вещь статуса, знаковая вещь. Конечно, стрижка у него очень стильная и руки ухоженные, но это больше говорит о том, что он не занимается физическим трудом и что его деловые партнеры люди очень важные, так что он просто вынужден следить за собой. Даже если этого и не хочет. Да, он проговорился, что собирается уехать отсюда, в Штаты. Очень хорошо. Сейчас уезжает столько людей, что это не вызовет никаких вопросов. Самая сложная, техническая сторона этого дела, задумчиво произнес Хлебников, и Лина снова похвалила себя, что угадала. Да, для себя он уже все решил, и его решение совпало с ее собственным. Смерть этой женщины должна быть от естественных причин, иначе он нам не заплатит. Да мало ли естественных причин. Умереть от передоза прекрасная естественная причина. Слушай, может быть, посоветоваться с углом? Нет, не будем его вмешивать сюда. Если ты расскажешь об этом деле ему, то все испортишь. У него бывает только одна естественная причина — пуля в голову. Кому об этом знать, как не тебе? Лина слегка фыркнула, как рассерженная кошка. Терпеть не могу этого безголового урода. Он выпотрошит ее, заберет все себе, а тебе в лучшем случае скажет спасибо. Мне не хочется ни с кем делиться. Глядя в глаза любимому человеку, откровенно объяснила она. Я давно ждала такого подходящего дела. Надоела мелочевка, надоела иметь дело со всякими бандитами, надоела работать на твоего угла. Я не знаю, как ты, но я бы, получив эти деньги, уехала куда-нибудь. У этой страны нет будущего. — Ты хочешь вернуться на родину? — с удивлением и странной надеждой спросил Хлебников. — Нет, только не туда. Лина брезгливо скривила все еще нежные, подевичьи розовые губы. — Куда-нибудь, где много солнца. В Испанию, например. На половину этих денег я могла бы открыть маленькую гостиницу, наподобие той, где мы с тобой были в прошлом году. Он сразу же вспомнил деревушку, где они отдыхали. Испанское захолустье, милое именно тем, что там не бродили толпы туристов, не щелкали без остановки фотоаппаратами, не шумела по ночам дискотека. Там был отдых, простой и незатейливый, без экскурсий, без докучливых соотечественников, без прерывно жалующихся на высокие цены и низкий уровень обслуги, без их тупых жен и крикливых детей. Туда приезжали только те, кто действительно устал, и даже на пейзаже отдыхал глаз. Сожженная солнцем почти дотла трава, серебристые древние оливы, серо-желтый камень. Изысканные цветники при этой маленькой гостинице состояли почти сплошь из причудливого камня, карликовых хвойников и каких-то неярких ползучих растений, серо-голубых, пурпурных, темно-зеленых с белым, которые вызывали у Эвелины какой-то непонятный восторг. Ну что ж, хотя сам он предпочел бы более живую и яркую Францию. Половина, всегда меньше целого, заметил он. Ты поехала бы со мной. С тобой? Она подошла и, сев верхом ему на колени, расстегнула кофточку и прижалась к нему всем своим гибким телом, так, как он любил. Ее волосы щекотали его ухо, ее губы целовали его шею, спускаясь к вороту рубашки. Потом она сползла с его колен на пол, целуя его в живот и все ниже, ниже. С тобой? Хоть на край света, шептала она. Она давно уже уснула, свернувшись калачиком на своей половине огромной кровати. А он все лежал, думая о том, почему у него возникла эта мысль уехать отсюда, да еще и вместе с Линой. Должно быть, это желание давно уже подспудно лежало где-то, и только теперь... Да, давно пора. Слишком здесь все завязано, слишком он не свободен. Он, который всегда во главу угла ставил свой собственный выбор. Он лежал и вспоминал учебу в институте, тяжелые голодные годы, потом смерть отца, и то, как внезапно возник у него в жизни тот человек и та среда, которая существовала не по законам, а по понятиям. Они уже давно все жили по этим самым понятиям, просто он не хотел в этом признаваться, хотя все равно был частью этой среды. Он попал в примитивно поставленную ловушку много лет назад, тогда, когда взял эти жалкие 500 долларов и продал свою свободу за чашку чечевичной похлебки. Впрочем, в то время эти деньги отнюдь не казались ему жалкими. Но через что пришлось перешагнуть, что пришлось растоптать в душе? Он много раз уговаривал себя, что это не люди, это отбросы, что он намного выше их и интеллектуально, и морально, и что чем больше они уничтожают друг друга, тем легче будет дышать всем остальным. А потом незаметно привык, как привыкает к вечным страданиям врач, всю жизнь работающий в отделении для тяжелобольных. И точно так же, как врач, спокойно обедающий, в то время, когда за стеной умирает человек, он научился разграничивать свое и чужое, страдания и работу, жизнь и смерть. Если кто-то должен умереть, то не стоит думать об этом, ведь ты все равно ничего не можешь изменить. Он делал свое дело молча, добросовестно, и не так часто, чтобы это превратилось в ежедневный кошмар. Но до сих пор он помнит самого первого, какого-то строптивого банкира. Безуглову очень было нужно, чтобы тот заговорил, и он помог ему, отчасти страдая, почти как тот, лицо которого не ушло, не стерлось из памяти, как лица других, когда это стало просто работой. К чему обманывать себя, усмехнулся он в темноту. Меня всегда жгло то, что какое-то быдло ездит на дорогих машинах, живет в дорогих домах, путешествует по всему миру. И что выносит из этих путешествий? Что? Пожрать, выпить, трахнуться. Он вспомнил, как в музее Толедо Лина плакала перед картиной Эль Греко. Единственный родной ему человек, который у него остался, это Лина. Никто никогда не понимал его так, как она. Уехать с ней, провести остаток жизни там, где он никому ничего не будет должен. Пусть для этого он перешагнет еще через что-то. Это его не пугало, он уже перешагивал. Оставалась, как и говорил он Лине, техническая сторона вопроса. Решение пришло уже под утро, когда серый водянистый рассвет начал сочиться в окна. Решение было простое и изящное. Нужно привлечь к этому делу Романа. Этот парень работает с удовольствием, почти так же виртуозно, как и покойная Алифтина. Правда, такого Рома еще никогда не делал. Но не все же ему получать и деньги, и удовольствие. Он вообще... Радий лег на бок, отвернувшись от окна, чтобы холодный свет не мешал ему думать. Делает то, что любит, и ему еще за это платят. Кто это сказал? Фрэнк Синатра, кажется. А деньги Роман любит даже больше, чем удовольствие. Он не устоит перед определенной суммой. А потом и сам станет не нужен. Они с Линой не будут ни с кем делиться. Целое всегда больше, чем то, от чего отрезали. Лина давно подсадила этого дурачка на кокаин, которым без ограничений снабжал их все тот же угол. От него острее эротическое наслаждение, ярче восприятие мира. Всех их надо на чем-то держать. А потом... У него есть в запасе поистине чудовищная смесь кокаина с неким химическим веществом, от которого мир сразу вспыхнет фейерверком, а фейерверк недолговечен. Он закрыл глаза, обнял узкую теплую спину Эвелины, согреваясь ее теплом и засыпая спокойным сном человека, который принял верное решение. Катя сегодня долго не могла уснуть. Уже не первый раз ночевала на новом месте. Кажется, пора бы и привыкнуть. Но нет. Сегодня вторник, начало операции. В понедельник начинать такое скользкое и сложное дело суеверные оперативники не решились. Если бы об этом узнали в той самой конторе, которая наживалась на страхах перед всевозможной мистикой и суевериями, там бы, наверное, посмеялись. Но понедельник есть понедельник. По всем и не только ментовским приметам день тяжелый и неприятный. Она лежала и думала, клюнули на жирную приманку хищники или нет. И если червячка они уже съели, то что будет, когда им подбросят живца? Катя, будучи этим живцом, чувствовала себя крайне неуютно, даже в таком роскошном пристанище, как квартира Антибинка. Она лежала в кровати, укрывшись до самого подбородка одеялом. Но из кровати нужно периодически вылезать и чувствовать себя каждую минуту незащищенной. Нет, зря она так трусит. Всеми силами ей будут обеспечивать полную безопасность. Не бросят же ее в самом деле без прикрытия. Все время кто-то будет следить за каждым ее шагом. Но с другой стороны также будут следить, выжидать, как бы половчее нанести удар, побыстрее проглотить беззащитную наживку. Нет, об этом лучше не думать. Антибинка уехали, можно было до самого понедельника жить у себя. Но она обещала Наталье присматривать за Финей, и кроме того, нужно было вживаться в образ, который они так старательно лепили почти неделю. Наташа совершенно замечательный человек. Как бы она справилась со всем этим, не будь рядом ободряющей, помогающей, наставляющей Натальи. По настоянию хозяйки дома они сразу перешли на «ты», и все стало идти гораздо быстрее. Благодаря отсутствию условностей они не только нашли общий язык, но и сдружились, несмотря на возрастной барьер и разное социальное положение. С Натальей просто не существовало никаких барьеров. И сейчас Катя вдруг поняла, что очень хочет, чтобы в это тяжелое время Наталья была рядом. Наталья Антипенко по сути дела стала ее первым настоящим другом. У нее никогда раньше не было таких друзей, чтобы хотелось рассказать все, поделиться самым сокровенным. Обычно Катя была для подруг той самой подушкой, в которую можно выплакать что угодно. Сама же она все свои горести оставляла в себе. Мама, маме всего не расскажешь, да и видятся они реже, чем хотелось бы. Какая это оказывается огромная радость, когда рядом есть человек, которому можно довериться. Наталья каким-то шестым чувством улавливала Катину тревогу и звонила каждый вечер. Катя докладывала о своих достижениях в качестве хозяйки быстро скороговоркой. Она подозревала, что звонки из Лондона влетают Наталье в копеечку. Впрочем, познания относительно того, что дорого и что дешево, в мире, где она пыталась за неделю стать своей, были у нее самые смутные. Кот, который все время ходил за Катей как собака, завозился рядом под одеялом, тесняя прижимаясь к Катиной ноге. Спал он теперь исключительно у нее под боком, презрев свою любимую батарею. Она засунула руку под одеяло. Кот мгновенно перевернулся, довольно заурчал, и Катя слегка почесала его длинными ногтями. Ногти мешали ужасно, но, оказывается, ко всему привыкаешь. К длинным ногтям, к волосам, в которые страшно запустить пальцы. Во-первых, не сломать бы эти самые ногти. Во-вторых, не повредить прическу, которая при всей видимой небрежности представляла настоящее произведение искусства. И макияж она носила теперь постоянно, снимая лицо только на ночь. Вообще, с лицом сделали что-то невообразимое. Мало того, что выщипали брови, отбелили и отшелушили кожу, еще и нанесли какой-то контурный татуаж, чтобы подчеркнуть форму губ и бровей и оттенить глаза. Катя вспомнила, как возмущалась Наталья, когда она сказала, что для лица использует детский крем. Дурочка, у тебя от природы кожа хорошая, а ты вместо того, чтобы беречь ее всякой дрянью. Ты бы еще вазелином намазалась. Теперь все строго по инструкции. Тоник, молочко, дневной крем, ночной, крем для век, крем под глаза. Господи, как все оказывается сложно. Конечно, эта женщина детский крем может только презирать. Катя вздохнула. Еще чуть-чуть, и преображение будет полным. Остался только сущий пустяк, чтобы в это поверили те, кто начнет охоту за ней. За Екатериной Соболевой. Да, теперь она, Екатерина Соболева, капризная богатая дамочка, дрянь каких поискать. Убила собственную мать, чтобы заполучить деньги своего мужа. И тратит эти самые неправедно доставшиеся деньги направо и налево. У нее дорогая машина, Porsche 911 Carrera, красное сверкающее чудо, увидев которое, невозмутимый Приходченко чуть не упал в обморок. Он почему-то совершенно уверен, что Катя куда-нибудь на ней въедет. Катя и сама боится этого до смерти, боится даже больше, чем быть тем живцом, на которого они их поймают. Вчера, дрожа, как осиновый лист, она проехалась в ней по городу. Никогда она так сильно не боялась, даже на госэкзаменах, но все-таки взяла себя в руки, ехала даже лучше, чем ожидал Приходченко. Зря, что ли, Наталья столько времени и сил убила на нее. Просто Катя вдруг почувствовала, что она никакая не Скрипковская, а Екатерина Соболева, что эта машина так пустяк, причудо богатой женщины, то есть ее Катя. Если она захочет, еще десяток таких машин купит. Приходченко о своих психологических экзерсисах она говорить не стала, иначе он решил бы, что у нее совсем крыша съехала. Как там у Станиславского? Не верю. Очень плохо, если, глядя на нее, кто-нибудь скажет так же. Не верю. С утра ей нужно в Париж. Она там хозяйка. И дел, как у всякой хозяйки, у нее не в проворот. Хорошо, что этот самый Париж только-только открылся. Настоящую владелицу знала только управляющая Инна Евгеньевна. С ней Наталья и Банников поговорили сами, без посторонних. Инна нанимала персонал, ставила на ноги хозяйство в каждом приобретении семьи Антипенко и своей очень дорожила. Впрочем, торчать там целыми днями ее никто не просил. Достаточно просто наезжать. Даст Бог, под опытным руководством Инны, Катя за месяц отсутствия хозяйки не наломает никаких дров. А может быть, все закончится гораздо раньше, и она вернется к своему привычному образу жизни, к своей настоящей работе. Она вздохнула. То, что она здесь сейчас, это и есть ее работа. И ее необходимо сделать хорошо. Иначе не стоило и начинать. Кабанников, ты не спишь? Ты же крутишься, как кобель в лодке и раскладушкой скрепишь. Может, я тебя на кухню выгоню, а? Сколько можно по чужим раскладушкам спать? Иди, Игореша, к себе домой. Бесчеловечный ты все-таки до крайности предбанников. Лучшего друга ночью и из дому гонишь. Жену тоже извести собрался. Нехороший ты человек. Ага, зато ты у нас а потом прячешься по всему городу. Ну, достала она меня, пойми. Сегодня к дому подхожу, а она уже там. Еле ноги унес. На этой неделе только два дня дома ночевал и тот дергался. Окна зашторил, свет включить боялся. Вот это любовь, с чувством сказал банников. Может, и правда женился бы ты на ней. И где ты только таких берешь? У следачки она сидела, а я зашел как раз. Со вздохом признался Лысенко, и раскладушка тоже вздохнула. Черт меня принес не иначе. Она и говорит, проводите меня, товарищ капитан. Я одна по темноте боюсь ходить. Да нихрена она вообще не боится. Караулит меня в темных подворотнях. Я ж говорю, маньячка. А чего ты Катерине не попросился пожить? У нее же хата осталась пустая. Держи карман шире, язвительно ответил измученный женской любовью капитан. Не ты один такой умный. Бухин тоже шустрый, как сперматозоид. Он первый подсуетился. У него, похоже, медовый месяц. Все, спать, приказал банников. Завтра будет тяжелый день. Завтра будет тяжелый день, задумчиво пробормотал Саша, поворачивая бра так, чтобы лампочка не светила Даши в лицо. А почему? тут же живо поинтересовалась она и открыла глаза. Я думал, ты спишь. Заснешь тут с тобой. Она потянула на себя одеяло. Я тебя люблю. Я тебя тоже люблю, Дашка. Ужасно. Даш, а какую ты фамилию после свадьбы брать будешь? Вдруг озаботился он. Мужа, конечно, удивилась она. Жена всегда фамилию мужа должна брать. Ну, это предрассудки. Все должно быть по желанию. Если ты мою фамилию не хочешь, то я пойму. У меня ведь фамилия такая некрасивая. Сашка, ты чего? Она легонько пнула его под одеялом. Дурачок ты. По-моему, нормальная фамилия. А если дослужишься до генерала, то вообще класс. Генерал Бухин. Важно протянула она и легонько прыснула. По-моему, звучит отличная просто фамилия. Отличная от других, пробормотал Бухин. Меняться будешь. Вот пристал. Но если хочешь, можешь мою фамилию взять. Генерал Серегин тоже звучит. Ну, не солидно мужчине это. В отделе дразнить будут. Тогда не морочь мне голову. Даша пристроилась к нему на плечо. Солидно, не солидно. Нормальная фамилия и имя хорошее. Мое любимое. Мальчика мы тоже Сашей назовем. Хорошо? А если девочка? Все равно с Сашей. Дашка, ты с меня все одеяло стянула. А это чтобы ты глупостей не говорил. Вот у нас в группе девушка была Горбуз. Ну, и что? Нормальная фамилия украинская. Фамилия это, может, украинская, но звали ты ее Кармен? Кармен Горбуз. Папаша ее клубом заведовал в каком-то там поселке, на культуре подвинулся и назвал дочь Кармен. Вот это я понимаю. А ты всего лишь Бухин и то Саша, а не Хосе какой-нибудь. Хосе Бухин, отдай, это мое одеяло. А мое тогда где? А у тебя одеяла не было. Ты его приносил? Не приносил. А это одеяло женское, розовое, значит мое. А фамилию можно сменить на любую, какую хочешь. Я статью в журнале читала, там у одного типа фамилия была Дурила. Так он ее «Дурила царь». Дашка засмеялась. «Ну и ты можешь быть Бухин Серегин». Это примерно как Дурила царь. Даш, мы сегодня спать будем? Ты сам первый начал. Он притянул ее к себе и поцеловал в душистые блестящие волосы. «Дашка, ты такая красивая, и что-то во мне нашла?» «Ты самый лучший», сообщила она, удобнее устраиваясь рядом. «Самый, самый», пробормотала она. «Такая кровать у вашей Катерины мягкая». Сон неумолимо смежал ей веки, но спать было так жалко, когда можно было еще поговорить с любимым человеком, пусть даже о таких пустяках, как фамилия Дурила царь. Кровать у Кати Скрипковской в самом деле была хороша. Эту кровать с ортопедическим матрасом мама подарила Кате на день рождения, зная, как дочь выматывается на работе и как ей необходим полноценный отдых. Ну и с дальним прицелом, конечно. Матери Кати, впрочем, как и всякой другой матери, очень хотелось, чтобы дочь устроила личную жизнь и вышла замуж. Кровать на это каким-то образом намекала. Знала бы Катина мама, что на этой кровати переночевало уже столько посторонних, абсолютно не способствующих матримониальному счастью дочери людей, сначала капитан Лысенко с майором Банниковым, теперь вот старший лейтенант Бухин с невестой. Кровать тоже была ужасно удивлена обилию меняющихся хозяев, хотя это была совсем молодая кровать, и опыта ей не доставало. Вот диван, стоявший в Катиной гостиной, действительно мог порассказать историй, чего он только не перевидал на своем долгом диванном веку. Он хорошо помнил и Катиных родителей, и бабушку с дедушкой, еще много разных людей, и родственников, и абсолютно случайных, которые находили приют в его несколько раз менявших обивку объятиях. Этот март почему-то был совершенно бессонным месяцем. В голых колышущихся ветках висела безупречно круглая, яркая, как фонарь луна. Даша уснула, повернулась на бок и обняла руками подушку. Саша задернул шторы, чтобы луна не мешала любимой. Интересно, как там Катерина и что будет завтра? Он на цыпочках подошел к шкафу и извлек оттуда толстую тетрадь. Это были стихи, которые Даша стеснялась ему показывать, и он читал их тайком. Он сам в школе писал стихи, но их точно лучше не показывать, какие-то ходульные, надуманные. Вот у Дашки другое дело. Он тихонько вернулся в кровать, отвоевал себе кусочек одеяла и... Я просто снюсь тебе. Я твой ночной кошмар. Наутро ты проснешься как с похмелья, и запах лип, как будто божий дар, а в парке музыка и лепит карусели. Я просто снюсь тебе. Не бойся, это след другой реальности, где тротуар подвижен, и лед горит, и ненадежен свет, и сжат любови и круг, и страх асчет занижен. Я просто снюсь тебе, как по ночам темно. Закрой глаза скорей, прижмись лицом к подушке, пусть у соседей гость, и светится окно, плети свой сон, перебирай коклюшки. Я просто снюсь тебе. Он осторожно покосился на спящую Дашу и перевернул страницу. Я твой забытый сон, ты знаешь этот дом, и море, и бульвар, ты вспоминаешь смутно, сюжетный поворот, себя ты видишь в нем, в тревожном этом сне, пригрезившемся утром. Припоминаешь тень, вот так же на песок, узорчатую вязью, от куста ложилась. Не просыпайся, спи. Пульсирует висок. Я просто снюсь тебе, как прежде часто снилось. Массандры, летний свет, штор легких паруса, на лето нам в поселке комнату сдавали. Ты на веранде спал, и море бирюза была видна до самой неоглядной дали. Как много нам дано для счастья, этот свет дрожащий, на стене беленый, зайчик шалый. Я твой забытый сон, как в прошлое, билет, берешь ты по ночам, и сон свой смотришь старый. Внезапно он почувствовал острый укол ревности. С кем она была там у моря, кому были предназначены эти стихи. Он посмотрел на Дашину макушку и осторожно отодвинул локоть, боясь задеть спящую. Под стихами не было даты, когда это было давно, недавно, этим летом или пять лет назад. Да когда бы ни было, он не станет унижать ее ревностью. Это ее личная жизнь, и ему все равно, что было с ней до него. Он не станет выпытывать. Она самая лучшая, самая красивая. Внезапно он вспомнил, что в своих стихах частенько описывал то, чего никогда не было, да и быть никак не могло. Может и это только ее фантазии. Он с облегчением вздохнул. Как хорошо, что он уже не пишет всякую галиматью, а Дашка пишет такие стихи. Как все-таки сложно она устроена? Даша слегка пошевелилась, и он инстинктивно прикрыл тетрадь рукой. Но она спала глубоко и спокойно. Стараясь не шелестеть, он перевернул несколько страниц подряд. Интересно, что она написала в последнее время? Вот, этого он еще не читал. Я не прощаю, не умею, не знаю, позабыла, как. В берлоге два старинных зверя во сне считают медвежат. Зима и холодно и сыро, и хочется в анабиоз, и мир померк, и нету мира, и месяц черт в мешке унес. Январь, быть может, потеплеет, держаться из последних сил, так сеет под ноги и стелет. Февраль, а ты меня простил. Когда она это написала, они поссорились как-то сразу после Нового Года, он уже забыл об этом, а она оказывается не забыла. У нее свой мир, где все выливается в слова. Вот еще одно, последнее. Как мне трудно собой быть, мне легче должно быть летать, я умею другой быть, собою я быть не умею, как условия детской игры, черного не покупать, да и нет не скажу, и в глаза заглянуть не посмею. Параллельный за зеркалом мир, пусть он с виду такой же, как тот, что стоит за плечом, не понять, он толкает тебя или держит, та же комната вроде, приемник за стенкой поет, как княжну повезли убивать на холодной таинственной стрежень. О, обратная связь, что бывает, когда по ночам ты не смотришь в морозный проем твоего зазеркалья, может быть, та другая не спит, до рассвета не гаснет свеча, у нее на столе за очерченным кругом астральным. Я умею другой быть, но только самую с собой не дано мне, так трудно с собой состояться, гаснет в комнатах свет, зазеркалье непрочной покои, как от камня, от взгляда тяжелого может прорваться. Он внезапно почувствовал, как мурашки побежали по коже. Как это там? Он вновь нашел это место. Княжну повезли убивать на холодной таинственной стрежень. Завтра нет, уже сегодня все должно решиться. Охота за человеком. Как она там? Спит? Или тоже не может заснуть? Он ничего не рассказывал Дашке, а она выходит что-то почувствовала. Или это у него самого фантазия разыгралась? Дашка совершенно необыкновенное существо. Когда она смотрит на него своими голубыми глазищами, он снова вздохнул, на этот раз мечтательно. Скрипковская была мгновенно забыта, стоило только взглянуть, как Даша спит, доверчиво прижавшись теплым плечом. Она была такая родная. Наверное, свет ей все-таки мешает. Он положил тетрадь на пол, слегка задвинув ее под кровать. Сон уже подкрадывался к нему, и не хотелось вылезать из-под нагретого их общим теплом одеяло, и уже не нужно было считать медвежат, как смешно написала Дашка. Он еще раз, уже засыпая, вспомнил Катю. Да чего собственно ей бояться, они все будут рядом, еще целая куча людей, и наружное наблюдение, прослушка, съемка, чего бояться? Сон накрыл его мягкой лапой, мохнатой, темной, наверное, медвежьей, и он заснул сразу, глубоко, без сновидений. И проснулся. Откуда-то просачивался аппетитный запах. Похоже, Даша опять встала ни свет, ни заря. Она каждый день вставала готовить ему завтрак. Почему-то его это ужасно трогало. Пока она хлопочет в кухне, нужно тихонько положить тетрадь на место. Не вставая с кровати, он пошарил рукой и ничего не нашел. В ужасе вскочил и заглянул под кровать. Тетради положить ее на место. Что теперь делать? Даша наверняка обиделась. Брал ее личное имущество и неизвестно, что с ним делал. Может, хихикал потихоньку. Саш! Донесся до него Дашин голос. Саш, ты проснулся уже? Может, пронесет. Вдруг она подумала, что сама ее там забыла. Нет, врать нельзя. Он никогда не будет ей врать. А что, ехидно сказал внутренний голос, ты не врал, когда без спросу брал стихи и ревновал, как дурак. Заткнись, рявкнул Бухин, и без тебя тошно. И поплелся в кухне. Даша, подпоясанная скребковским передником, с трогательными мещанскими розочками, улыбалась. От сковородки распространялся неземной аромат. Чайник посвистывал непронзительно, как всегда, а даже как-то музыкально. Умывайся скорей, приказала Даша. Омлет почти готов. Его нужно есть горячим. Я сейчас. Он ринулся в ванную. Или она ни о чем не догадалась, или... Или готовится закатить ему скандал и выпереть из своей жизни. Но сначала благородно накормит. Он не угадал. Дашка обо всем догадалась, и нельзя сказать, что это ее не взволновало. Но закатывать сцен она не будет. Довольно с нее было скандалов, которые мать с отцом устраивали дома. А вот и я. объявил он, появляясь в кухне. Готов к приему пищи? На Дашу он почему-то не смотрел. Зачем-то подвигал по столу тарелку, затем взял в руки солонку и стал ее вертеть. Соль тут же просыпалась. Даша смахнула соль салфеткой и высыпала в раковину. Даш, надо было через левое плечо бросить, чтобы ничего не случилось. Какой ты суеверный! Уже случилось, весело сказала она. Кто спал на моей кровати? Кто ел из моей миски? Кто читал мои стихи? Я больше не буду. Даш, правда, он умоляюще посмотрел на нее. Что? возмутилась она. Как это не буду? А кто тогда будет? Что же мне их чужим людям нести? Саш, ты знаешь, я так боялась тебе их показать, призналась она. Ну, просто ужасно боялась. А вдруг ты бы разлюбил меня? вместе с табуретом. Угу, дурище, согласилась она. Я больше не буду. Чего не будешь? Стихов дурацких писать не буду. А что, там и дурацкие есть, я не заметил. По-моему, хорошие, даже очень хорошие. Даша залилась нежным румянцем. Ты так думаешь? Нет, правда, есть и дурацкие. Вместо ответа он поцеловал ее таким долгим поцелуем, что они оба едва не оказались на полу. Когда он наконец оторвался от нее, в кухне появился какой-то странный запах. Омлет! Даша подскочила к плите и сорвала со сковороды крышку. Подгорел! Игорь, тебя там на проходной срочно спрашивают. Кто? Девица какая-то. Сказала, что вызывал. Мужики, у вас кофейку не найдется? Пару ложечек. Какая девица? Чернявенькая такая, рост примерно 162-165, но с прямой глаза карии. Симпатичная. О-о-о! Застонал Лысенко. Да что же это такое? Да когда же это кончится? А что такое? Удивился Бурсевич. С чего это он так? Достала она его, пояснил Банников. Чернявенькая, рост 162-165. Замуж хочет. А-а-а! Так это мы уладим, обрадовался Бурсевич. Сосватаем. Что? Что уладим? Бушевал Лысенко. Кого сосватаем? Какой замуж? Через мой труп замуж. Э-э, за мой труп только замуж. Я в командировке, я в тюрьме, я умер. Да не волнуйся ты так, несколько опешивший Бурсевич пожал плечами. Надо объясним. Давай только без умер, ладно? А то она твое тело потребует. Именно тело. Она за ним и пришла. Моя тонкая душа нахрен кому сдалась. Останется твое тело при тебе с душой вместе. Сейчас уладим. Так кофеек будет? Будет, все будет. Я тебя умоляю, убери ее отсюда, а то выйти никуда не смогу. Ну все, я пошел. Извините, Игорь Анатольевич, у вас кофеечку не найдется? Еще один, удовлетворенно сказал Банников. Заходи, Сашок. Да пару ложечек всего, я завтра принесу. Ты сегодня принеси, рявкнул Лысенко. Сейчас Бурсевич придет, и будет сахар, кофе. Боря, ну что? Результат положительный, доложил Бурсевич. Да ну, удивился Банников, и как этот фокус-покус удался. Да я ей сказал, хитро прищурившись, доложил Борис Бурсевич, что у него шестеро детей, от каждой жены по одному, от одной двое. Хм, если от каждой по одному, от одной двое, так это пятеро получается, заметил Бухин. А, неважно, где пять, там и шесть. Короче, говорю, его сейчас нет, вы подождите, а вообще вся зарплата, говорю, у этого придурка... Что? вскинулся Лысенко. А ты что хотел, чтобы она ушла или жениться, я не понял? Она стоит, глазами хлопает и вроде как не верит. А тут это идет из отдела экспертиз, ну, видная такая, ага, Камышева, мимо протискивается. Ну, я тихо, так доверительно говорю, но она все равно услышала и ее аж все перекосило. Через турникет перевесилась и говорит, бегите от него, девушка, он такой бабник, всем бабникам бабник, от него у нас каждая уже по пять абортов сделала. Ну, а голос у нее сам знаешь, как труба, слышно на всю проходную. «Чего?» задохнулся Лысенко от возмущения. «Что?» «Ты ей спасибо скажи», посоветовал Банников. «И в самом деле», сообразил Лысенко, «ох, это с меня камышевой шоколадка». «А кофе?» напомнил Бурсевич. «Ладно», Лысенко махнул рукой. «Так ушла она?» «Ушла, сам видел. Минуту постояла еще, глаза округлые сделались, прям как у мыши, а потом по ступенькам зацокала и к метро почти бегом побежала. «Будет вам и кофе, и сахар», праздничным голосом пообещал Лысенко. «Бухин, сейчас сходишь и купишь. Вот, я первым сдаю». Он достал несколько купюр и положил их на стол. «Ладно, тогда я все понял и пошел». «Боря, а деньги сдать?» напомнил ему Лысенко. «Ты в этот раз за меня сдашь. Или забыл, что обещал?» «Ты же две ложки всего просил», завопил Лысенко. «Две?» «За две ложки?» «Я и трудиться бы не стал», ответствовал тот. «Грабитель!» в сердцах бросил капитан. «Ладно, с меня причитается. Чай, кофе и кило конфет. Сегодня ночую дома». «М-да...» пробормотал Банников, складывая на своем столе бумаги с топочкой. «Кофе я, наверное, уже не дождусь. Через час начинаем. Буду потихоньку выдвигаться». «С Богом!» пожелал Лысенко и суеверно сплюнул три раза через левое плечо. «Ни пуха, ни пера, радий!» «К черту!» отозвался он. Он вдохнул пахучий весенний воздух. Надоели хуже горькой редьки эти выкрутасы с черной магией. «Да пошло оно все к черту!» «Он проделывает это в последний раз!» «Да, в последний раз!» «И потом уехать!» «Уехать, куда хочет Лина!» «Вдвоем!» «Навсегда!» Машина стояла там же, где и вчера, в переулке под голыми пока липами. В машине его ждали. Передняя дверь негромко щелкнула и открылась. «Добрый вечер!» проговорил он, усаживаясь и подбирая полы длинного пальто. «Ох, ну и накурили вы тут!» «Простите!» Его собеседник повернулся и Хлебников с удовольствием отметил, что со вчерашнего вечера тот явно осунулся. Под глазами набрякли мешки, цвет лица какой-то нездоровый, наверное, не спал. «Да, тяжело некоторым расставаться с честно нажитым капиталом. Но ничего, сейчас он его расстроит еще больше. С этими только так и нужно, методом шоковой терапии». «Ну что?» «Что вы решили? Беретесь?» «На определенных условиях», сухо ответил Радий Вадимович. «Каких же?» Мужчина силой вдавил початую сигарету в пепельницу, как будто она мешала ему говорить, и Хлебников заметил, что пальцы у него дрожат. «Волнуешься, мерзавец», злорадно подумал он. «Знаешь, что если не мы, так придется самому. Во-первых, вы заплатите нам за работу миллион». «Сколько, сколько?» выпучил глаза обманутый муж. «Миллион?» «Миллион чего?» «Миллион долларов, конечно». Этот жадный дурак согласится, а за меньшее они и руки марать не станут. «Да я...» давился словами мужчина. «Да вы что? Откуда? Это... Да все, что у меня есть. Я хорошо информирован, что у вас есть». Не меняя тона, равнодушно отозвался Хлебников. Лина советовала увеличить сумму в два раза. Он увеличил в три. «Ничего, этот заплатит». «У вас, кажется, сейчас ничего нет», напомнил он. «Тяжело, наверное, будет начинать снова с нуля. Времена уже не те. Теперь капитал наживается медленно». «Вы, по-моему, собирались уехать?» Собеседник как-то сразу сник, как будто из него внезапно выпустили воздух. «Я заплачу вам», просипел он. «Хорошо, пусть будет сколько вы хотите. Это грабеж. Ну...» «Ладно, считайте, что мы договорились». «Это еще не все». «Не все? А вы думали, что от вас больше ничего не потребуется?» «Да что вы от меня еще хотите?» «Без вашего участия ничего не получится». Сидящий за рулем буквально буравил профессора взглядом. В его глазах читалось все и бессильная злоба, и трусость, и недоумение, и жадность. Все. Хлебников читал его как раскрытую книгу. «Я же сказал вам, что не хочу иметь к этому никакого отношения». Мужчину буквально трясло. «Если вы согласны, то завтра я уезжаю. За такие деньги я... Я пальцем не хочу к ней прикасаться». «Не волнуйтесь, вы уедете, как только сделаете то, что от вас требуется. Кроме вас этого никто не может сделать. Только это. А остальное мы берем на себя». «Ну и что? Что я должен сделать?» «Завтра с утра », — многозначительно и размеренно проговорил профессор. «Вы объедете семь церквей. Начнете с Благовещенской. И в каждой вы закажете заупокойную службу по своей жене». Мужчина слушал, закрыв глаза. Хлебников заметил, что на его щегольски под бритым височке бешено пульсирует какая-то жилка. «Вы слышите меня? Откройте глаза и будьте внимательны. Вы не должны ошибиться. От этого зависит конечный результат. Завтра с утра натощак вы поедете в Благовещенский собор, оттуда по своему усмотрению. Закажете семь заупокойных служб по своей жене. В каждой церкви возьмете по семь свечей. А может быть, вы как-нибудь сами, а? Трус! Какой же трус! Неудивительно, что жена так с ним поступила. Женщины как кошки, живут не умом, а интуицией, и трусов не переносят. Ничего, тем легче будет с ним договориться. Тогда ничего не получится. Я же говорил, это очень сложно и опасно. Не хотите, наймите киллера, заодно и сэкономите. Так будет, наверное... Я согласен. Согласен, поспешно проговорил собеседник профессора. Я все понял. Ладно, прямо с утра. Сначала в Благовещенский. А в городе точно есть семь церквей? Гораздо больше, успокоил ухлебников. Очень важно ничего не перепутать. Второй раз это уже не начнешь. А свечи зачем? Свечи привезете мне, и после этого можете уезжать. Когда вернетесь, я думаю, ваша проблема будет улажена. Мягко скруглил опасный поворот хлебников. Я уеду на две недели, хрипло сказал мужчина. Где можно будет найти вашу жену? Собеседник как будто ждал этого вопроса. В руках у него появился плотный белый конверт. Вот, домашний адрес. И еще эта сука ресторан открыла. Париж. Идиотка. На мои деньги. Он даже застонал сквозь стиснутые зубы. Вбухало немерено сколько. Хорошо. Радий Вадимович принял конверт и спрятал его во внутренний карман пальто. У вашей жены есть любовник? неожиданно спросил он. Я не знаю. Подозреваю, что есть. Не знаю. И еще. Что? Мужчина испуганно подался назад, заметив в руках собеседника блестящий предмет. «Да, нервишки у тебя не к черту», подумал Радий Вадимович и вслух сказал. «Не бойтесь, наклоните голову, вот так». Что-то легонько щелкнуло. Мужчина вопросительно посмотрел на Хлебникова. Тот удовлетворенно показал собеседнику крошечную прядь его волос. «Вот, видите?» спросил он, неспеша положил волосы в прозрачный мешочек и защелкнул его. «Зачем это?» Заказчик дико вытаращился, как будто живьем увидел гремучую змею. «Это наша гарантия», веско произнес Хлебников, что вы нам заплачу. Мужчина запаниковал. «Я человек слова. Что вы?» «Так вы все запомнили?» «Итак, начиная с Благовещенского собора. И поезжайте куда-нибудь за границу, чтобы потом можно было доказать, что вас здесь не было». «Понимаю». «До свидания». Хлебников взялся за ручку двери. Мужчина все так же, не отрываясь, смотрел на маленький пакетик в его руке. Хлебников усмехнулся и спрятал его в карман, в тот самый, где уже лежал плотный белый конверт. В конверте были адрес и имя Соболева Екатерина Александровна. «Ну, ты скотина бессмысленная, и все», Марья Васильевна Камышева вслух разговаривала со стоящим прямо перед ней прибором. «Ну, скотина же! Чего ты это мне такое показываешь, а?» «Здравствуй, Машенька», задушевно пропел Лысенко. «Я пришел к тебе с приветом, с топором и пистолетом», неприязненно закончила Камышева. «Ну, баранки гну, ты че это, Машунь, или тебя вчера обидел кто?» «Никто меня не обижал». Камышева силой встряхнула прибор и грюкнула им об стол. Прибор щелкнул, и от него отчетливо запахло паленым. «Зараза! Это я не тебе». «Да...» загадочно протянул Лысенко. «Я вот, например, тебя никогда не обижал. Ты по делу пришел?» перебила его Камышева. «Если просто языком чесать, так я занята». «Хрен знает, что мне тут показывает». «А еще и ты...» она дернула шнур, лишая аппарат питания. «Без очереди ничего делать не буду». «Да я не за этим пришел». «Ты меня чайком напоить не хочешь?» «С какой стати?» «Ну, от хорошего отношения». «А у нас с тобой хорошие отношения?» поинтересовалась Камышева. «Прекрасные, Маш, прекрасные, просто чудесные, по крайней мере, с моей стороны. Вот смотри, ты на меня можешь хоть по какой-нибудь причине пожаловаться?» «Ну, не могу», после секундного раздумья призналась Камышева. «И я на тебя не могу». «Золотой ты человек, Машенька». «Честное слово, золотой». «Лосенка, ты что, издеваешься надо мной?» Камышева в изнеможении откинулась на спинку кресла. «Никогда в жизни», заверил он ее. «Кстати, ты вчера вечером на проходной проходила?» «Все вчера вечером на проходной проходили», сумрачно отозвалась Марья Васильевна. «Угу, и все про меня гадости говорили». «Да? Или ты одна?» «А, ты об этом». «А что, правда, глаза колет?» «Смотря какая правда, Маш, какая правда». «Я, Лысенко, человек прямой», начала Камышева, и тут телефон у нее на столе разразился продолжительной трелью. Камышева схватила трубку, как врага, за горло и рявкнула. «Да!» «Нет!» «Не знаю!» и швырнула ее обратно на телефон. «Так на чем мы остановились?» спросила она, иступленно роясь в заваленном бумаге ящики стола. «На том, что ты человек прямой, а я человек кривой», подсказал Лысенко. «И каждая от меня по пять абортов сделала. Я, Маш, может быть, жениться собирался, а ты своими нежными ручками взяла, да и разрушила мое личное счастье. До основания, до самого фундамента, нет, даже не до фундамента. Фундамент ты взорвала, а в котлован еще и плюнула, вот так. «Ты женится, Лысенко, не свисти!» «М-да, не ожидал я такого, честно скажу. От кого угодно, Маш, но только не от тебя». Камышева демонстративно повернулась к собеседнику спиной вместе с креслом и, шаркнув по полу ногой, поехала вдоль стеллажа. Доехав до конца, она еще раз шаркнула и завернула за угол. «Маш, а, Маш, так я ж тебе шоколадочку принес». «Что?» Камышева, забыв об осторожности, выехала из-за укрытия. «Что ты мне принес?» «Шоколадочку, Маш, с этим клубничным йогуртом, вот». «Я проверю», пообещала Камышева, «с какой-то она там отравой». «Даже вот, с конкурсом». «Откроешь, Маш, а там какой-нибудь суперприз». «Ты у нас суперприз, угрюма проговорила эксперт, паркуясь у стола и беря подношение. Только вот не достался еще никому. «Ладно, давай валяй, чего там у тебя?» «В каком смысле?» спросил Лысенко. «Ну, в прямом. Давай, что-то там принес и выкатывайся». «Так я ж тебе уже отдал то, что принес», удивился Лысенко. «Больше нет ничего». «И все?» недоверчиво протянула Камышева. «А работа?» «Отдыхай». «Девчонкам привет!» Он послал ей воздушный поцелуй и выплыл из помещения. Камышева протопала слоновьей рысью к двери и выглянула в коридор. Никакого подвоха не было. «Игорь! Игорь!» «Что?» Он удивленно обернулся. «Так ты зачем приходил-то?» закричала Мария Васильевна на весь этаж. «Шоколадкой тебя угостить!» Лысенко недоуменно пожал плечами. «И все?» «И все!» «Псих!» «Маньяк!» заключила Камышева, возвращаясь обратно в лабораторию и двинув дверью так, что в соседней комнате на столе жалобно звякнули в штативе пробирки. День был тусклый, сырой и туманный, такие нередко бывают в середине весны. Молочная пелена с утра не только не рассосалась, но висела сплошной грязно-серой мутью, забивалась в легкие, смешивалась с автомобильным смогом и низалась стеклянными бусинами на голых ветвях. Шпиль Благовещенского собора также поглотила эта ватная сырость и, припарковав джип, банников по аллейке, обсаженной стриженными кустиками, мимо нищих и попрошаек, то и дело возникавших, как призраки из тумана, мимо старух, торгующих иконками за соборной оградой, прошел к храму. Поднимаясь по высоким ступеням, он поднял был руку для крестного знамения, но потом почему-то передумал. Он ощущал на себе чей-то пристальный взгляд, и это его нервировало. Он знал, что за пристальным взглядом наверняка уже наблюдали, но почему-то сегодня это не утешало. В самом соборе, гулком, просторном и сумрачном, в этот промозглый день было прохладно и не слишком людно. День был обычный, будничный, великопостный. Банников покрутил головой, проверяя, не потерял ли его взгляд. Нет, взгляд был на месте, и, доставая из внутреннего кармана тяжелое портмоне, Банников подошел к церковному киоску. В киоск стояла небольшая очередь, человека три-четыре, все женщины, и он пристроился за ними. Впереди образовалась какая-то заминка, и он невольно стал вслушиваться. А я вам русским языком говорю, пожилая женщина, вся в черном, высунулась из окошечка. Нет такого имени. Да как же так нет, волновались две бабульки. Что же вы такое говорите, матушка? Нет, настаивала служительница, и нет. И имя это не христианское, и под таким именем батюшка усопшую поминать не будет. Так а что же делать-то нам? Одна из бабулек готова была заплакать, вторая же полезла в облезлую клеенчатую сумку и извлекла оттуда какой-то документ. Позвольте, Клавдия Петровна, вот свидетельство о смерти, и тут вот черным по белому... Служительница надела очки и принялась читать, водя по документу пальцем. Майор терпеливо стоял, вдыхая сложный церковный аромат, состоящий из запахов горящих свечей, ладана, просфор, мокрой одежды и уличной сырости, проникающей сквозь постоянно открывающиеся массивные двери собора. Нет такого имени Октябрина! Служительница просунула бумагу обратно. Такого имени нет! Между тем женщина, стоявшая впереди, быстро купила свечи, и он неожиданно «Мне...» нерешительно промямлил он, стараясь не выйти из образа и соображая, куда подевался тот, что так пристально следил за ним. «Мне...» «Свечечку поставить, сынок?» ласково спросила его, та самая в черном, которая никак не хотела признать имя Октябрина христианским. «Нет, мне...» «Молебен за здравие, сорока уст, за упокой...» «За упокой!» тяжело выдохнул он. «Пишите!» Чисто вымытая старческая рука протянула из окошка четвертушку бумаги. Он беспомощно завертел головой по сторонам, не зная, что писать и как. «Вам помочь?» Внезапно он почувствовал, что тяжелый взгляд, который преследовал его, материализовался. Перед ним стояла женщина под пятьдесят, сероглазая, круглолицая, полноватая, вполне приятной славянской наружности. На женщине было неприметное синее «Забелина Вера Ивановна», щелкнула в голове, «та самая, которая приходила к литвакам, она же врач-психиатр, она же целительница баба Вера». «Так вот, значит, как, проверяете». «Ну-ну, проверяете». «Вот здесь пишите, на столике», указала она ему. «Вы в первый раз, наверное». «Как писать, вы не знаете?» «За здравие, за упокой?» «За упокой. Вот здесь вверху пишите об упокоении, а пониже кого поминать будете». «А как писать? Имя, фамилию?» Она слегка улыбнулась, одними только тонкими губами, глаза же при этом жили своей жизнью и оставались совершенно холодными, бесстрастными, изучающими. «Фамилия там ни к чему». Вера Ивановна подняла глаза к неясной высоте купола. «Имя?» «Имя, пишите. Как крестили покойницу вашу?» «Катерина». «Так и пишите. Об упокоении Катерины. Давно умерла?» «Только что». Он дернул углом рта. «Так, значит, новоприставившаяся Катерины». «А может, вы мне сами напишите?» Он протянул ей бумажку и ручку. «Нет, нет, молодой человек, это, знаете, лучше самому. Очень вам сочувствую». Она спрятала пухлые руки за спину и отступила на полшага назад. Банников кое-как нацарапал на листке требуемое и показал ей. «Правильно?» Баба Вера едва взглянула на бумажку и кивнула, собираясь уйти, когда он снова окликнул ее. «А вы да ты, сынок, не езди никуда», внезапно вмешалась в разговор какая-то совсем старенькая, согнутая клюкой, но бойкая бабка в синим рабочем халате. В руках у нее были ведро со свечными огарками и тряпка. Она деловито пристроила ведро прямо под ноги майору и взмахнула ветошкой. «Тута!» Она топнула ногой в тапки в мраморный пол. «Тута самое место, что не есть святое, святее только на святых горах. И крест скумпола два раза громом сносила. Слыхал? Такое место сильное, никого не слухай, сюды только и ходи». Скупола Благовещенского собора действительно два раза при сильном урагане сносила крест, но обычно это истолковывали совсем иначе. «Тута и молисье», продолжала старушка, «Тута место святое, намоленное, лучше и не надо, только если хвораешь сильно, к Пантелеймону сходи, хуже и не будет». Забелина стояла в сторонке, но не уходила, явно наблюдая, что же он будет делать дальше. Он взял со стола свою бумажку и сунул ее в окошечко. «Да, дайте мне еще семь свечей», попросил он. Идя обратно к машине, он зачем-то стискивал в кармане ручку, которой написал «За упокой новоприставленной Катерины» и беспрерывно нажимал на кнопочку щелк-щелк, щелк-щелк. На душе было почему-то особенно мерзко. «Сходил в храм. Надеюсь, Катьке это не повредит», пробормотал он, включая фары. Туман все никак не рассеивался и даже как будто стал гуще. Золотого креста на колокольне он так и не разглядел. Ей приснился отвратительный кошмар, который повторялся с удручающей регулярностью, и после него она чувствовала себя совершенно разбитой. Яснилось, как она, будучи маленькой девочкой, тонула в каком-то пруду на окраине их поселка, захлебывалась мутной водой, опускалась наилистое дно, отталкивалась от этого отвратительно мягкого дна ногами, всплывала, пробивая головой тяжелую зеркальную пленку, хватала спасительный глоток воздуха и вскрикивала «Помогите!» И тут же снова погружалась в воду с привкусом тины, снова шла на дно, снова отталкивалась уже слабее и снова пробивала головой зеленоватое зеркальное полотно. С каждым погружением она чувствовала, что силы покидают ее, и крик «Помогите!» выходил все тише и тише, но на пустынном, грязно-желтом берегу все так же никого не было, и она знала, что скоро не сможет даже крикнуть, а только засипит, а потом уже не сумеет и оттолкнуться от дна. Она не знала, почему и зачем снится ей этот странный и страшный сон, снится упорно и постоянно, с самого детства. Она никогда не боялась воды и уж тем более никогда не тонула. Почему? Откуда в ней это совершенно определенное чувство, что с ней это было? Катя с силой вдохнула воздух, как будто ей все еще не хватало его, взяла на руки теплого афиногена, недовольного тем, что его извлекли из-под одеяла, и подошла к окну. За стеклом висел молочным киселем плотный туман, такой густой, что даже соседнего дома не было видно. Вчера Наталья сказала, что Катина идея насчет обедов для белых воротничков и студентов просто не идея, а бомба. Сегодня на улице уже должны выставить объявление, что в ресторане Париж желающие могут дешево и вкусно пообедать в малом зале. Конечно, такие студенты, какой она была совсем недавно, не могут себе позволить обедать в ресторане Париж дешево и вкусно, пусть и в малом зале. Они будут по-прежнему покупать булочки в буфете, а вот некоторая прослойка станет здесь постоянными клиентами. Здесь, в центре города, кроме больших вузов и огромного студенческого общежития гигант, пруд-пруди всяких контор. Клиенты найдутся, тем более, что стандартные обеды будут обильными и действительно вкусными, а по иным меркам и дешевыми. И придутся как раз на то время, когда и кафе, и ресторан пустуют. Еще Катя предложила купить машину, которая будет чистить и мыть ковры прямо на месте. Она подсчитала, что машина окупится примерно за три химчистки, ведь не успели открыться, а в некоторых местах уже нужно чистить. Даже Инна стала по-другому смотреть на новую хозяйку, без глубоко спрятанной снисходительности в глазах, почти как на равную. Пошутила вчера, что в ресторанном бизнесе она сделала бы головокружительную карьеру. Катя, смеясь, сказала, что подумает. В самом деле, не сидеть же ей у Натальи на шее без всякой пользы. Вот и сейчас. Ей нужно к маникюрше, а потом к парикмахерше. Все это, разумеется, личные Наташины мастера и подчиненные. Им даны строгие указания, но о самой-то Кате каково чувствовать себя нахлебницей. Финя спрыгнул на пол и теперь терся о ноги, мяукал, явно зазывал ее в кухню завтракать. — Есть хочешь? Он толкался головой, как бы говоря, есть, это мы всегда готовы. А ты вот готова? — Готова? — Всегда готова, — ответила она ему, а заодно и всем остальным. — Рома, ты хорошо понял, — Да понял я, понял. Чего непонятного-то? — Линочка, радость моя, не пойму причину твоего волнения. — Сделаем, Линочка, клиентка останется довольна. — А она ничего, бабец, темперамент чувствуется. Не замечая тяжелого взгляда, Роман Юшко небрежно вертел в пальцах фотографию. Шея, грудь, колье на груди, все в высшей пробы. Ну что ж, видимо, намечается приятное разнообразие, а то что-то в последнее время старые кошелки совсем осточертели. Похоже, она еще и молоденькая, к тому же. Это как ее там? Он перевернул фото. А, да, Катерина Соболева. Впрочем, у него были клиентки за шестьдесят. Работа есть работа, особенно если за нее хорошо платят. Но лучше уж иметь дело вот с такой цыпочкой, кто ж поспорит. Даже по снимку видно, что кожа у этой Соболевой нежная, мягкая, атласная. Он внезапно ощутил под своей рукой упругое женское бедро. Фотография выскользнула у него из пальцев и плавно спланировала на пол. — Рома, ты что, спишь? — раздраженно спросила Эвелина. Он вздрогнул и очнулся. Бедро под рукой исчезло. — Да что-то устал, неопределенно протянул он. — Линочка, у тебя разнюхаться нет? — На! — она бросила ему согнутый пополам плотный белый конверт. — Так и знала, что ты попросишь. — Спасибо, радость моя. Может, дамочку угостить придется. Уголки его губ хищно поползли вверх, чтобы были незабываемые ощущения. — Сколько ей лет этой Соболевой? — Два, двадцать восемь. — Кофе будешь? — Кофе? — Кофе буду, оживился он. — И вообще, Лин, зачем нужно было дергать меня в такую рань? Семь часов только. — Работать будешь, когда скажут, хоть в четыре утра. Понял? Холодно заметила Даугуле. — Понял, зло ответил он и поджал ноги. — Чего ты сегодня такая, неласковая? Над туркой уже поднималась ароматная пена, и Лина боялась ее упустить. Ромочка сидел, надувшись, как богатая невеста на сматринах. Он всегда считал себя пупом вселенной. Все должны были им восхищаться. В противном случае у этого нарцисса тут же портилось настроение. Вот сейчас он, как пить дать, выставит на обозрение свои ноги. Не иначе туфли новые купил. Она ловко сняла турку с конфорки. — Классные шузы, правда? — спросил Роман Юшко, закидывая ногу за ногу. Настоящая змея. Кучу бабок за них отвалил. Лина фыркнула. Да чего же он любит всякое барахло? Дорогой одежды и обуви, у него пруд пруди. Да, все комплексы родом из детства. Вот Роме явно не хватало тряпок. Насколько она знает, мать воспитывала его одна. Интересно, когда именно он понял, что нравится женщинам? Он очень рано понял, что нравится женщинам. Именно женщинам, а не визгливым одноклассницам, у которых и пощупать-то было нечего. Зато каждая считала себя прям Клаудией Шифер. Худосочные немфетки, лолиточки. Никогда они его по-настоящему не привлекали. А вот он их. Каждая смазливая дурочка хотела заполучить его в свое личное пользование, чтобы из школы провожал, в кино водил, сидел по вечерам на лавочке возле подъезда. Нужны они были ему очень, со своими лавочками, кафе-мороженым и костлявыми ключицами. Соплюшки малолетние. Какой толк ему был от этих провожаний? В подъезде, провонявшем кошаками пару раз поцеловаться? То, что он очень красивый мальчик, Рома понял еще в детском саду. А то, что из этой красоты можно извлекать вполне конкретную пользу, пришло ему в голову гораздо позже. И помимо красоты было, безусловно, еще что-то. Ну, то, что сейчас называют модным словом харизма, врожденное умение расположить к себе, настроиться на волну собеседника, природное обаяние и мощным потоком исходящая, хотя и несколько завуалированная сексуальность. Несомненно, ему в плюс шло и то, что сам он долго не осознавал, как именно действуют на женщин. Были в нем какая-то щенячья грация и щенячий же блеск в глазах, а также много от молодого, сильного, еще ни разу не попадавшего в капкан зверя. Другой бы на его месте упустил все это, отдал нерасчетливо в одни жадные руки, растранжирил по пустякам, испортил данные щедрой природой алкоголем или курением, но он, кроме всех вышеперечисленных качеств, обладал еще и здоровой крестьянской сметкой, доставшейся, наверное, в наследство от дедов-прадедов, и умение извлекать из всего пользу, будь то гектар строевого леса или участок плодородной земли, или же стройная фигура и выразительное лицо, было, видимо, всосано им с молоком матери. В 14 лет рост у него зашкаливал за 170, и к этому прилагались развитая тренажерами рельефная мускулатура, пробивающаяся растительность на лице и юношеская гиперсексуальность. Но на те крохи, которые перепадали от матери, нельзя было купить даже бутылку приличного пива. Правда, мать оплачивала тренажерный зал, куда он ходил с гораздо большим удовольствием, нежели в школу. Да и польза от бодибилдинга оказалась значительно больше, чем от физики с химией. Его интересовала только одна наука — отношения мужчины и женщины, которые многие по неведению называли любовью, и которые были, как он прочитал когда-то в одном журнале, только химией и ничем, кроме самой простой, элементарной химии. Как ему хотелось в 14 лет все и сразу — модную одежду, мобильный телефон, плеер, компьютер. Словом, то, что делает из обыкновенного, ничем не примечательного юноши с угревой сыпью на лбу настоящего мачо, супермена с большой буквы. Ему невдомек было, что для женщин он притягателен сам по себе. Неважно, будет у него в руках телефон или букетик фиалок или вообще ничего.